Добрый день! Ну, закончился суккот, закончились осенние праздники, и многие находятся в каком-то таком сложном душевном состоянии. Как же так? Праздники подняли нас на такую высоту, была такая атмосфера. Как её можно сохранить? Как можно сохранить вот эту атмосферу подъёма, которая была в празднике? Ну, Баруха Шем, не мы первые в этой ситуации, и Баруха Шем, опять же, не мы последние. Оказывается, в еврейской традиции есть ответы на эти вопросы тоже. Равшах говорил так, что атмосфера праздничная на всю длинную-длинную зиму, которая сохраняет в нас подъём праздников – это суббота. Поэтому мы сейчас хотим выпустить этот блог перед первой субботой «Брейшит». Она вроде бы обычная будничная суббота в этом году. Для того, чтобы атмосфера перед субботой у всех была более приподнятая. Мы немного-немного сохраняем, мы сохраняем атмосферу суккота, Йом-Кипура, Роша-Шана, Ошана-Раба, Симхат-Тура. Сохраняем это в субботу. Это первое. Равляу Лапьян говорит, что человек, который сохраняет ту кабала, то есть то, что он принял в Йом-Кипур, сохраняет это в течение всего года. Например, он принял учить два закона из книги Хафет-Схаим о чистой речи. И он каждый день, две минуты, три минуты, но повторяет два закона. Или, например, он принял, что он будет читать Беркат Амазон, благословление после еды, сразу после еды, не будет откладывать это на потом, а сразу после еды прочитает Беркат Амазон, благословление после еды, и из Сидурчика, не наизусть. И он все время следит за этим, чтобы не забывать то, что он принял в Йом-Кипур. Таким образом, это его чува, его каббалалатин, то есть его улучшение собственных путей, маленькое, но твердое. Тот, кто говорит Равляу Лапьян, тот, кто держит вот это вот обязательство перед Всевышним, сохраняет духовный уровень Йом-Кипура. Это то, что касается, как сохранить то, что мы собрали, то, что мы, тут урожай праздников духовный, который у нас есть, как его не растерять, как он может у нас сохраниться. А теперь немного о том, что людям очень нравится, о том, что люди всегда спрашивают, что же, какие же приметы у нас есть. Оказывается, и в еврейской традиции есть какие-то приметы, у них есть разные источники, есть, конечно, те, кто относится к этому несколько скептически, кто-то цинично даже к этому относится, но мы приведем для того, чтобы люди проверили, подумали, и, может быть, это кому-то и поможет. Итак, это, в принципе, принято. Из того мирта, которым пользовались для Митцвы, из него делают благовоние для Авдалы. Это не какая-то примета, это просто, если предметом каким-то сделали одну заповедь, хорошо, продолжательно делать другую заповедь. Поэтому, например, лулав, пальмовый ветвь, который остается, его оставляют для того, чтобы сжечь его в канун Песоха вместе с хамцом, или положить его в мацепекарне, в печку, для того, чтобы сжечь его в качестве дров для мацы, когда вы будете его печь. Окей, это упомянуто в Мишнабрура. Теперь есть еще одна примета, что итрог, и итроговое варенье, то есть, откусить кусочек от итрога, то, что называется питом, это его кончик, и покушать итроговое варенье. Есть источники, например, рассказывает, что Равадий Иосеф написал в своей книге, что его итрог, когда раздавали бесплодным женщинам, то через 8-12 лет после свадьбы они заслуживали иметь детей. Поэтому есть такая примета, итрог, и откусить питом, и покушать итроговое варенье. Один из тех итрогов, которые использовали на суккот, это примета для того, чтобы заслужить детей, для того, чтобы прерывать бесплодие. Теперь еще одна вещь, то, что у меня вот здесь на листочке, это ивовые листочки, которые остались целыми после того, как я сам лично бил иву, да, бил иву в ойшанараба, и про нее написано, про эту иву. То же, что если человек это сохраняет, то это сохраняет его. То есть это то, что называется сгуля-лишмира, примета для того, чтобы спастись от всяких разных, не дай бог, бед и каких-то неприятностей. И точно так же, если заварить эти ивовые листочки, то гематрия слова арава – это зера, семя или потомство. И поэтому написано, что бездетная пара тоже может выпить этот заваренный ивовый чай, и это тоже работает в качестве лекарства от бесплодия. Рассказывают, что вот такие ивовые листочки великий раввин Двинска, Рабмейр Симха из Двинск, раздавал евреям-солдатам в Первую мировую войну, и все бойцы, которые носили его ивовые листочки, все спаслись чудесным образом, все вернулись домой. Кстати, он был единственным раввином, о смерти которого сообщила советская газета. Это об этом пишет Равицак Зильбер. В 1926 году, когда Равмейр Симха умер, газета «Известия» написала траурное сообщение. Умер великий раввин. И про него рассказывают, что он говорил о том, что Германия будет тем страшным карателем, которым она стала в будущем, его время тогда в будущем, в наше время уже в прошлом. И его высказывание о том, что Германия будет мечом в руках Всевышнего или палкой в руках Всевышнего, это называлось у наших мудрецов, у раввинов, Равборухбер, это называлось «Пророчество Рабмейр Симхи». Так он это говорил. Есть еще упоминание у равнахмена из Бреслова и у альтер-ребе, что положить эти ивовые листочки под подушку это помогает бороться с кошмарами ночными и спокойнее спать. Видел сейчас, что некоторые кладут это в машине, эти листочки ивовые, поскольку если это сохраняет, то в дороге всегда нужна дополнительная шмира, дополнительное какое-то сохранение, чтобы Всевышний помогал, поскольку дороги обычно, как у нас называется, там происходит, не дай бог, всякие ситуации сложные, и поэтому тот человек, который сохраняет это ивы у себя в машине, это тоже помогает ему сохраниться от, не дай бог, каких-то ситуаций. Ну, мы желаем, чтобы у всех было только доброе и хорошее в наступившем году. Всего хорошего, до свидания. Ещё нужно сказать, что откусить вот этот пятам, вот этот кончик итрога, это и итроговое же варенье, это ещё и примета для лёгких родов, не только от бесплодия, но и примета для лёгких родов. То есть, женщина, которая ест итроговое варенье или откусывает пятам, это помогает ей легко и безболезненно родить ребёнка. Большое спасибо.